Здравствуйте! Вы смотрите Диалог и сегодня будем говорить о сельском хозяйстве. У нас в гостях представитель одного из наиболее успешных районов области. Продзек Николай Иванович, заместитель председателя Речицкого районного исполнительного комитета, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия. Родился в 1971 году в деревне Зас по Речицкого районам. В 1992 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. В 2010 академия управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем ремонтной мастерской колхоза Советская Белоруссия Речицкого района. В 1992 году получил специальность агронома и пришел на работу в колхоз имени Кирова. На протяжении 10 лет занимал должность главного агронома в хозяйствах Речицкого района. В 2003 году стал председателем колхоза Советская Белоруссия. Через 5 лет возглавил коллектив Речицкого комбината хлебопродуктов. Работал в органах исполнительной власти. Затем на нынешней должности с 2014 года. На вопросы, которые касаются сельскохозяйственной отрасли Речицкого района, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомель 340 043. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте, Оля. Николай Иванович, с сельским хозяйством связана вся ваша профессиональная деятельность. А хватает ли вам времени для того, чтобы для себя, для души, для своей семьи что-то на даче или у себя на участке выращивать? Да, Оля, совершенно верно. Сегодня приходится, чтобы для своей семьи выращивать все продукты необходимые, что касается на земле. Это как и картофель, так и вся плодово-овощная продукция. И заниматься просто для души это дорогого стоит. Ну да, я думаю, что такой необходимости с точки зрения экономики-то, наверное, собственно и нет, семейного бюджета. Скорее, по призванию, по велению души. Что больше всего любите из этих работ? Ну, из большого всего, конечно, большой интерес занимают плодо-ягодные растения, которыми от души хочется заниматься. Действительно, получать плоды и урожай для себя и для семьи. Чем особенно гордитесь? Своими грушами, вишнями, яблонями? Ну, можно сказать, яблоками. Да? Да. То, что Реческий район будет в лидерах по итогам сельскохозяйственного года, было понятно практически в самом начале. Уборочный – это один из двух районов в области, который собрал более 100 тысяч тонн зерна. Скажите, пожалуйста, результатом довольны или все-таки рассчитывали на большее? Ну, конечно, большой задел, что касается получения урожая 2017 года ранних зерновых культур, был сделан серьезно в осеннюю посевную 2016 года. Были закуплены прекрасные семена, пошла сорта смена, сорта обновления многих культур, озимых в частности. И заправка почвы, посев проведен на высоком качественном уровне, конечно, ожидал большего. Но с теми катаклизмами, которыми пришлось столкнуться ранневесенними, низкими температурами, последующей засухой летней, которая прошла по июню месяцу, мы планировали получить выше уровня прошлого года, который был почти 107 тысяч тонн валовых сборов зерновых. Но в этом году мы чуть-чуть не дотянули до 105 тысяч. По урожайности 36,9 сантиметров в гектарах. Ну, что есть, то есть. Это зерно наше, но еще впереди у нас уборка кукурузы на зерно, которое мы успешно сегодня проводим, заготовку кормов, сила с участностью кукурузного. Ну, есть надежда еще поправить кормовую базу зашот зерно кукурузы. Ну, уборочная была жаркая, и реческие хозяйства были всегда в передовиках. Итоги всей этой работы будут подведены на дожинках. Лучшие получат подарки. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, насколько представительной будет делегация Реческого района? Ну, если анализировать по тем операционной информации, которая проходила в районе уборочной кампании, у нас, конечно, много тысячников. В частности, это передовики, можно признать, те комбайнеровые экипажи, которые превысили тысячу тонн. У нас таких их 36. Из них 5 молодежных. И также на перевозке зерна от комбайна на зерна ТК у нас было 37 тысячников водителей. Из них 11, опять же, молодежных экипажей. То, что касается еще итоги, которые подводятся сегодня на условные комбайны, про которых учитываются многие показатели, это ход эксплуатации комбайна, это урожайно-зерновых, в целом по району и по хозяйству в частности. И также производительность комбайна, потому что они есть разных классов. Какой коллектив? Ну, я думаю, что наша делегация будет, наверное, одна из волоемких и одна из многочисленных, как это было на ранее проводимых дожинках. Ну, так говорят, что молодежь боится тяжелого труда, а у вас столько экипажей именно молодежных отличились. И, что самое интересное, и девушки же у вас работали в том числе, да, в хозяйстве? Да, у нас работали и девушки. У нас в трех хозяйствах работали девушки. Это Ксупоборона страны, Бархаренко Наталья Александровна, которая вместе со своим отцом уже пятый сезон работала комбайнером. И они по, на молоту, на условный комбайн по нашему району заняли третье место, уступив только двум экипажам. Это нашего знаменитого агрокомбината Холмича, которые заняли первое-второе места, первое Коваль, второе Вырвич, ну, а они третье. Также у нас работали на уборке Ксупфрунзагра Иванчикова Кристина Валерьевна, которая четвертый сезон со своим отцом тоже проводила эту уборочную страду. И показала тоже достойный результат вместе со своим отцом. И также у нас еще был третий экипаж Яроц Анастасия Сергеевна из Ксуп-Дзержинской агро. Она работала первый год в экипаже совместно со своим мужем. Молодцы девчонки, поддержали. И отцов, и мужей. Показали класс. А вообще по результативности легендарные экипажи Холмича все-таки никому догнать пока не удалось, да? Ну, по последней информации, у нас, что касается намолота по агрокомбинату Холмичу, самый больший намолот намолочен, конечно, это экипажем Ковалем, который намолотил по 4915 тонн. Из них они работали на помощь уборки урожая в Витебской области, где еще намолотили. В общей сложности 1635 тонн. Они, конечно, лидерами. И вторым у нас, конечно, по намолоту, это экипаж Гуревича, который намолотили почти 3600 тонн. Но все будут подведены итоги только при том, когда подведет комитет наш по сельскому хозяйству областной. Итоги на условные комбайны. Вот тогда будем говорить о лидерах, кто первый, кто второй. Ну, уже, в общем-то, понятно, Николай Иванович. А накануне в этом известном на всю страну хозяйстве побывала наша съемочная группа. Давайте посмотрим сюжет. Свиноводческий комплекс в агрокомбинате Холмич начали строить в 2015 году. Сегодня здесь содержится около 8 тысяч голов из 24 тысяч запланированных. На проектную мощность комплекс планируется вывести к концу первого квартала следующего года. С этим объектом в агрокомбинате связывают большие надежды. В перспективе планируется создать даже собственную переработку. Все-таки это живые деньги. При желании все можно сделать. И при хороших подходах может найти каких-то инвесторов, будем искать. Но надо сразу выйти на проверенную мощность, чтобы получить свинину, а потом заработать какие-то деньги, и чтобы потом уже начать думать про переработку. Сегодня развитие животноводчества для агрокомбината, пожалуй, главная задача. Впрочем, успешно решаемая, так как в этом году планируется получить неплохие результаты в растениеводстве. Если суммировать зерновые культуры и кукурузу, то результат будет больше прошлогоднего. Последнюю, правда, только начали убирать. Однако уже сейчас, можно сказать, практически на тех же площадях урожай увеличится более чем в два раза. А это качественная корма в достаточных объемах. Погода как бы хорошо на кукурузу. Дождики проходили. На сегодняшний день убираю. Показываю кэнбайн больше 70 центкеров. Местами под 90. Ну, неровная трошки площадь. А так кукуруза хорошая. По сравнению с прошлым годом лучше. Ну, это убираем, как бы, крошки такие. Валя, сейчас пойдем убирать уже получше. Одновременно с уборкой кукурузы в агрокомбинате «Холмич» продолжается сев о зимах. За рулем трактора неоднократный победитель республиканских дожинок Валентин Саламаха. Руководители хозяйства говорят, что сегодня он главная надежда на успешное проведение работ. Был надежным работником за штурвалом комбайна. Таким же остается и сейчас. Сам механизатор особой разницы не видит. Населенной любой техники нужно работать с полной отдачей. Такого в сельском хозяйстве легкой работы немало. Или на комбайне, или на поселной. Та самая пыль, та самая пашчетия, самая часы вырабатывающая. Ну, на комбайне, конечно, пораньше надо вставать, попозже приходить домой. Работа, она одинаковая. Впрочем, воловые намолоты и посеянные гектары для хозяйства не самоцель. Главное – финансовая стабильность агрокомбината и повышение благосостояния работников. Пока средняя зарплата до тысячи рублей не дотянула, однако пути достижения такого показателя очевидны. При тех же самых людских затратах, но производить больше продукции. Ну, это что? Это новые технологии. Даже не новые, а соблюдение простых обыкновенных технологий по производству продукции растеневодства, животноводства. Это молоко, это мясо, это та же свинина, это зерно, это рапс, это кукуруза. На зерно, на силос. Впрочем, заботится хозяйство не только непосредственно о своих работниках, но и о их детях. Сегодня в Холмическом детском саду 76 воспитанников. Здание учреждения, построенное в середине 90-х, отвечает всем требованиям. Однако одна проблема оставалась нерешенной практически два десятилетия. При проектировании в детском саду запланировали бассейн, однако в лихие 90-е он стал никому не нужным. Теперь по инициативе райисполкома эту оплошность решили исправить. Часть средств на восстановление бассейна в детском саду внес агрокомбинат. В следующем месяце в бассейне начнут проходить регулярные занятия. Бассейн, во-первых, это здоровье, это закаливание детей. Дети часто болеют, очень больные дети. Поэтому, как бы, для здоровья. И в деревне дети не все, у всех есть возможность где-то съездить, особенно зимой на море или где-то отдохнуть. А купаться, дети же все любят купаться. Поэтому, как бы, это очень хорошо, что бассейн был в деревне. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях заместитель председателя Реческого райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Николай Процек. Николай Иванович, скажите, пожалуйста, в чем секрет такой эффективности работы «Холмич»? Почему не получается так же результативно наладить работу в других хозяйствах? Ну, конечно, заслуги, которые на сегодняшний день имеет агрокомбинат «Холмич», здесь можно сказать просто тезисно несколько. В свое время, не потеряв ни одной минуты, можно сказать, времени, они, именно коллектив агрокомбината «Холмич», пошли на уверенную и мощную модернизацию. То есть, закупив мощную современную технику, почвопрабатывающую технику, пассивные комбинации, которые сегодня соответствуют всем технологическим нормам и регламентам, которые сегодня требуются, и подходы в земледелии. Также, не отставая от времени, которое шло по технологическому сегодня содержанию крупнорогатого скота, хозспособами, по льготным кредитам, пошло строительство молочно-товарных комплексов, современными доельными залами и действительно сегодня передовой технологией. А также это хозяйство успешно и работало по модернизации, хозспособам, восстановлению помещений, уходя от всех энергоемких и затратных производств, таких, как были когда-то привязанные содержания скота, уходили на беспривязанные, на глубокой подстилке, добиваясь при этом и ведя сегодня как флагман. Один из хозяйств, которые имеют сегодня высокие привесы, на втором месте они являются сегодня у нас по удове на корову, и вот сейчас запускается новый молочно-товарный комплекс, где закуплен молодняк, не теле, который будет племь-ядро, можно сказать, назвать для будущего нашего животноводства в целом района, да и не только, потому что этот скот мы начали закупать с агрокомбината СНОВ, а это одно из лидирующих хозяйств республики, где удой, с потенциалом свыше 10 тысяч литров на корову в год. Ну и также, конечно, культура земледелия, та, которая сегодня присутствует и выработана уже годами в агрокомбинате Холмер, сегодня не заставляет ждать, и мы видим результаты в растеневоческой отрасли, конечно, они на лицо. Грамотное руководство, сложившиеся традиции работы, ответственные кадры. Да. Вот и, в общем-то, никакого секрета нет. Да, все зависит от людей, если люди хозяева на земле, то будет и успех. Скажите, пожалуйста, как район поощрял лучших на этой уборочной? Какое внимание вы этому уделяете? На этой уборочной, это традиционно уже заложено в городском районе, что за счет профсоюзного комитета агропромышленного комплекса приобретались ценные подарки, денежные премии и тысячников всех, и первых тысячников у нас приезжал Лабуш, это председатель нашего профсоюзного комитета Лабушев с участием первозаместителя Миколуцкого Александра Викторовича, первых тысячников чистовали также в агрокомбинате Холмер. И рабочая группа, которая наша работала в процессе всей рабочей кампании, уезжали на места при домолоте и отвозке от комбайна свыше тысячи тонн, были прошались все наши работники, труженики, которые участвовали в уборочной среде. Ну, люди-то могут работать от зари и до зари, и до поздней ночи, а техника как с этим справлялась, с нагрузками, как выдержала уборочную кампанию? Ну, может быть, один из успехов нашей уборочной кампании сложилось в том, что мы приложили определенные, конечно, усилия восстановить, отремонтировать наш весь комбайновый парк в сжатые краткие сроки. И в уборочную страду мы вошли именно в тот момент и в тот миг, когда зерновые подошли все к уборке, что озимые, что яровые, так сложили климатические условия. И там уже выбора просто не оставалось, нужно работать, не покладая рук, и использовать весь световой погожий день. И до начала массовых дождей, можно сказать, мы практически 80% зерновых, которые уже были готовы на корню без особой доработки сушки. И заслуга в этом, конечно, нашей инженерной службе, я считаю, которая слажена и качественно провела подготовку, настройку комбайнового парка в целом района. Ну, сейчас зерноуборочные комбайны уступили на полях свое место тем, которые предназначены для уборки кукурузы. Культура для нас важная стратегически по ее зерну. Район тоже будет в лидерах? Что касается кукурузы, у нас уборочная площадь ее составляет порядка 27 тысяч почти 800 гектар. Из них 6700 – это зерновая группа, в которую входит 478 гектар семенной. Мы в четырех хозяйствах еще занимаемся, как сырьевая зона посадки кукурузы на початки, на семена от нашей базы Криничной. Ну, что можно сказать? Если в прошлом году мы изготовили на условную голову 37 десятых центров кормовых единиц, и в этой доле было почти 70% именно кормов из кукурузы, то в этом году мы планируем получить не менее 32 центров кормовых единиц на условную голову. При том, что мы на 1400 голове, что крупная рогатка скота прирастаем, нам нужно минимум процентов на 10-15 кормовой базы увеличить к прошлому году. У нас для этого все подпосылки есть. Угрожай стоит неплохой, как на зеленую массу, в частности на готовку силосатаки на зерно. Сейчас в стране уже активно убирают овощи. Какая-то часть поступает сразу в продажу, какая-то останется в стабилизационном фонде и будет храниться в специальных хранилищах. Скажите, пожалуйста, как вы распоряжаетесь, как распределяете собранное по овощным культурам? С овощами у нас занимаются наших три плодоушеводческих хозяйства. Это агрокомбинат «Холмидж», «Ксуп-Исток» и «Ксуп-Держинский агар». Это те именно в основном с аккумулированных хозяйств, в которых на сегодняшний день имеются типовые хранилища. А что касается агрокомбината «Холмидж», то там именно микрорегулируемый климат, где позволяет хранить нам весь стабилизационный фонд, который необходим нам целым для города и района и не только, даже реализовывая другим потребителям. Стабилизационный фонд у нас составляет по картофелю 736 тонн, капусты 309 тонн, моркови 228 тонн, свеклы 137 тонн, яблок 14,5 тонн. То есть наши хранилища и имеющие в наших хозяйствах вполне обеспечивают закладку этого необходимого плодоушной продукции, чтобы год обслуживать всю нашу торговую сеть, нашу центральную районную больницу, социальные объекты и не испытывать нужды ни в чем. Ну и, конечно, в стаб-фонде нам неплохо помогают наши фермерские хозяйства, особенно такое хозяйство, как хоменок, производитель очень качественных и больших объемов именно капусты. Спасибо, Николай Иванович. У нас есть вопросы от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста, не останавливайтесь. Вы уже в эфире, мы вас слушаем. Вы меня слышите? Да, мы вас прекрасно слышим. Это бывший работник ОППО Трэпсоюза, разводов Михаил Федорович. Мы когда-то через Холмичи ездили на Лоев, были слева такие сады, где они делись. Сады? Яблоневые? Да, да, да. Куда делись сады? Да, спасибо, Михаил Федорович, за вопрос. Николай Иванович, расскажите, пожалуйста, что же с садами это случилось? Ну, что касается садов, когда-то еще, когда был совхоз «Искра», были заложены сады и завезены саженцы польской селекции. И все, что касалось этих сортов яблонь и груш и других плодоносящих культур, они просто-напросто в наших акклиматических условиях не смогли показать ту перспективу и развитию, которую давали наши отечественные сорта в последующем. Ну, когда был заложен питомник в самом агрокомбинате Холмич, пошли по выращиванию подлоев именно в наших белорусских климатических условиях. И сегодня заложены, если ехать на Лоев, вы обращали внимание, заложены новые питомники молодых сегодняшних наших хороших сортов, которые сегодня уже дают определенные уже плоды и урожай. Как в этом году яблоки? Ну, если судить по этому году, опять же, сказалось именно весенняя холодная погода, в которой и присутствовали и заморозки. Приходилось даже по агрокомбинату Холмич развозить по садам между рядами рулоны с соломой и ночью именно заниматься тем, чтобы дымить и как-то защитить от низких температур, которые окрас попали во время цветения сада. Ну, конечно, урожай, который мы ожидали, мы получим меньше прошлого года, но его хватит достаточно, чтобы обеспечить нашу торговую сеть как на ярмарках, то, что у нас уже этот процесс начался, так и обеспечить стабилизационный фонд. Ну, вот о ярмарках мы чуть-чуть попозже поговорим. Еще хочу спросить про одну тоже важнейшую культуру, это картофель. Какой урожай в этом году? Сколько планируете собрать? Картофель у нас уборочная площадь 576 гектар. Больше, чем в прошлом году или примерно столько же? То, что касается собрать вала, мы на сегодняшний день уже накопали картофель порядка 5600 тонн. В прошлом году у нас было всего лишь 8200. Урожай на сегодня составляет 234 центнера, это почти на 60 центнеров выше уровня прошлого года. И мы, конечно, планируем получить не менее 30% плюсов к прошлому году по уборке картофеля. Хороший урожай. Да, по картофелю урожай хороший. К ярмаркам как раз переходим. Более тысячи сельскохозяйственных ярмарок планируется провести этой осенью. В области мы поинтересовались мнением жителей Реческого района об их важности и значимости. По-моему, на все ярмарки спрос очень большой, и людей, покупателей всегда очень много. Я думаю, что нужно. Мы, по крайней мере, пользуемся. Цены, ну, не все на рынок выходят. Цены, я думаю, ниже рыночных. Колхозы, когда начинают убирать урожай, все-таки цены более доступные. Ну, концентрация в одном месте, это всегда проще, чем где-то ходить по разным точкам, я бы так сказала. Вся семья организовалась, тут же и доставка, я понимаю, всегда есть. На базаре я была по 30 копеек, а частники по 50 продают килограмм за килограмм. Я думаю, что это неплохо. Это какие продукты? Я имею в виду картофель. В основном запасаются на зиму. Я лично не хожу. Ну, как бы, имеем свое, выращиваем. Ну, они нужны, я считаю, что нужны, конечно, обязательно. Люди же покупают, ну, заготовки делают на зиму. Я сама покупаю тут картошку, покупаю лук, покупаю. А цены? Как когда, иногда не дороже, иногда дешевле. Это надо смотреть. Так мало ли цены, а качество. Я вот люблю левашовскую картошку. Она более-менее рассыпчатая, с песков. Я считаю, что нужно показывать, что у нас, ну, растет, что мы можем, какую продукцию предоставить, как богата наша земля. Ну, такой вот сам у меня, ну, частный участок, поэтому я понимаю, что это такое. В принципе, они нужны, и я думаю, что это хорошее развлечение и горожанам, и всем приезжим. Многое знаю моих знакомых, которые приезжают на ярмарки, хотя бы просто посмотреть, погулять, прицениться, как мини-праздник такой устроить. По ценам, я не могу сказать, но думаю, они достаточно адекватны. Да, конечно, хожу. Потому что у меня нет дачи, я хожу на эту ярмарку. А что вы со мной покупаете? Овощи, ну, мне кажется, что помидоры, ну, перец, вот это меня интересует. Я одобряю это. Я считаю, что это очень нужно. Ну, потому что, ну, как, у кого-то есть огород, у кого-то нет огорода. А там все приобрести можно. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о сельском хозяйстве на примере Реческого района. Николай Иванович, расскажите, пожалуйста, о том, как будут работать сельскохозяйственные ярмарки в районе. Какая продукция на них поставляется и что с ценами? Ну, решением Реческого районного исполнительного комитета с 15 сентябра 2017 года по 29 октября 2017 года у нас уже определены проведения ярмарочных базаров. Прошлую субботу они уже стартовали. Сегодня они у нас стартуют на центральной площади возле исполкома. С завтрашнего дня будет вывезена продукция с 10 хозяйств наших сельскохозяйственных предприятий. Глубоко и с большим ассортиментом на ярмарках у нас участвуют это фермерские хозяйства. И не только фермерские хозяйства, и частные подворы вывозят как плодовошную продукцию, так и торгуют и медом. Ну, всем, чем занимается сегодня в Реческом районе и все, что востребовано сегодня на базаре. То, что касается наших хозяйств, нам ими будет поставлено. И яблоки будут выставлены агрокомбинатом «Холмедж». Лук, морковь, свекла, всеми нашими овощными хозяйствами. Картофель практически занимается у нас каждое хозяйство. Из 13 хозяйств 10 у нас занимается картофелем. Он будет предоставлен в ассортименте. Вот при таких серьезных закупках на зиму, которые делают горожане, один из важнейших вопросов – это цена. На ярмарках цены будут ниже, чем в торговой сети? Если мониторить, то, конечно, рынок диктует свою цену. Но они обычно от обычного нашего славянского рынка, который торгует, можно сказать, ежедневно, кроме понедельника, там цены обычно спускаются до 30-40% ниже. Но все. И спрос идет большой. На славянском рынке, кстати, справились с последствиями? Недавно ливень очень сильный был в речице на днях. Справились, да. И затопило так, чтобы можно было плавать на рынке. Все на выходных будет хорошо, все будет работать. На выходных уже все будет хорошо, все исправлено. Фермеры обычно новаторы и какие-то необычные идеи подают. Знаешь, что один из ваших фермеров занимается арбузами, так достаточно серьезно, да? Да. Как в этом году у него урожай? Фермерское хозяйство, которое у нас находится в населенном пункте Ивановка, занимаются там два брата Александр и Виктор Залезки. Они новаторы в этом производстве. Они занимаются как помидорами, так и перцем, арбузами, ну дынями. Как-то у них немножко не получилось из-за наших климатических условий. Но я думаю, что они на ярмарке уже предоставят и арбузы, то именно перечень, который у них сегодня возделывается гибриды первого поколения, которые уже прижились на нашей реческой земле. То есть реонированные культуры? Да. Они апробированы. У них, конечно, сегодня выращивание овощей на высоком уровне, используется микрокапельный полив. Но, к сожалению, температурный режим в открытом грунте предугадать сложно. Но у них все-таки результат есть. Будет, конечно, насколько заверение главы фермерских хозяйств ниже прошлого года урожая арбуза. Но они будут и будут предоставлены в достатке для наших жителей и гостей. Интересно, а по вкусовым качествам они не уступают тем, которые приехали из южных регионов? Если касаться именно фактически активных температур, которые необходимы, а это во время созревания, чтобы было не менее 25-27 градусов температура, то да, оно ничем не уступало. Если брать по прошлому году по вкусовым качествам, никаким южным. То есть не отличишь, если попробуешь какой-то южный арбуз и реческий, то даже сказать, кто из них под каким солнышком вырос, сразу и не получится. Вообще структура посевных площадей меняется со временем, климат меняется. Есть у вас какие-то планы на то, чтобы серьезно задуматься о тех культурах, которые пока считаются южными? О персиках, абрикосах, черешне? Или все-таки лучше работать с надежными и проверенными растениями? Ну, если говорить о нашем конкретно реческом районе, то на сегодняшний день основным производством является эта отрасль животноводства. У нас уже почти по 62 тысячи приближаемся по голове крупноградого скота, который мы последние 4 месяца по 300-400 голов интенсивно добавляем в количественном составе. Имеется свинокомплекс в филиале Советской Беларуси, реческого комбината хлебопродуктов, который на сегодня уже 36,5 тысяч поголовья. Ну и свинокомплекс, который у нас построен по указу президента в аэрокомбинате Холмач, он сегодня набирает обороты. Завезено сегодня племенное поголовье, получаем приплоды, уже приближаемся к 8 тысячам поголовьям уже на этом свинокомплексе. Через 4-5 месяцев мы выйдем на проектную мощность на 24 тысячи голов. То есть для нас приоритетным остается это на сегодняшний день кормовая база. Как травянистыми кормами, так и зерном. Ну и конечно в этом плане мы пошли уже по более-менее проверенным своим путям. Именно структуру зерновых мы увеличили азим и клин. Мы же в пределах 80% структуры зерновых ранних культур у нас занимают азимы. Это азимы пшеницы, азимы рожь, азимы тритикалий. За счет чего? Потому что выхватить родневесеннюю влагу азимы всегда, по статистике последних 5 лет нашего отчастности района, они дают урожай выше. Вот может быть из-за этой стабильности увеличения азимы клин мы сегодня динамично держим в пределах 5 лет больше 100 тысяч вал зерна. Есть небольшие нюансы, но практически за счет этого, я считаю, мы и выходим. Сегодня стратегически, конечно, чтобы обеспечить кормовую вазу травянистыми кормами, мы хотим сделать уклон на заготовку зерна сенежа. Это посевы смешанные азимы тритикалий с азимы ревикой, полосные посевы сурепицы, рапса вместе опять же с азимыми зерновыми. То есть мы их рано весной убираем, порадка, начало мая. И опять повторный посев, то есть с одного и того же гектара максимально сегодня получить отдачу кормовых единиц. И опять же посеять кукурузу. В этом году у нас два хозяйства уже попробовали сорга, суданскую траву. Это опять же агрокомбинат «Холмиш», которая давала под 400 центов с гектара не менее кукурузы. И опять же из Советской Беларуси тоже у нас попробовали эти две культуры. Они тоже имеют место в наших климатических условиях давать прекрасные урожаи и обеспечивать кормовую базу. Ну и что касается зерна, в этом году правильная стратегия и политика в целом выбрана у нас по Гомельской области. Я считаю, уменьшили возделывание кукурузы с меньшим фау, а взяли более средне-поздних и поздних гибридов. Ну фактически активно температуры, то есть которые необходимы для созревания и накопления пластических веществ максимально. И вот именно культура кукурузы, гибриды, которая с длинным фау, она сегодня прекрасно дает урожай. Сегодня стоит выполненный подшаток и надеемся, конечно, на хороший качественный корм. Именно как травянисты эта сила с кукурузной и зерно. Вот основное направление нам... Расчеты у вас очень математически выверенные на то, сколько чего необходимо посеять. И здесь, в общем-то, для каких-то экспериментов лихих места не остается. Ну с такой плотностью скота, как крупнорогатого скота и свиноводства, которое мы ожидаем выйти под 60 тысяч по голове, тут экспериментировать не приходится. Надо работать стабильно и устойчиво. Понятно. Ну это вам удается. И с точки зрения заготовки кормов этот год как раз неплохой. Да. Да, все пока хорошо. Ну, именно от работы растения и водческого комплекса зависит и то, какие показатели потом будут у животноводства. Расскажите, пожалуйста, в этом направлении, что вы для себя выбрали как приоритет, как какую-то планку для дальнейшего развития. Потому что направление с точки зрения экономики, оно очень выгодное. И с точки зрения экспорта. Как будете развивать эту отрасль дальше? Ну, сегодня, конечно, все руководители и все специалисты, мы одним работаем направлением. Это максимально все, что мы получаем на нашей греческой земле. Получая как травянистая корма, как получаем зерно. И экономику найти сегодня только можно это в животноводстве. Получив на выходе мясо и молоко. То есть все корма пропустить через крупнорогатый скот, через свиньей. Получить на выходе, конечно, продукт. Это мясо и молоко. Рентабельно его реализовал, конечно, на сегодняшний день. И этом экономика будет района. Не торговать сырьем, как это когда-то было в прошлые годы. Торговали зерном, а поголовья скота не было. Откуда брать сегодня выручку, чтобы заплатить достойную заработную плату, налоги и другие платежи, которые необходимы, как энергоносители, газы и прочее. Очень все связано, на самом деле, да? И от земли, от того, как распределять. Ну и у нас, конечно, два пока направления. Это работает рентабельно. Если брать производство мяса свинины, рентабельность у нас составила 35,9%. Это одна из лучших, можно сказать, в нашей области. И рентабельность по производству молока 15,8%. Здесь, конечно, от реализации свиней мы получили 1,1 миллиона рублей. От реализации при рентабельности 15,8 молока 3,8 миллиона рублей. То есть здесь два направления, на которые мы стараемся делать уклон. Не случайно расширяем и строим сегодня молочно-товарный комплекс как новый, так и модернизируем в других хозяйствах сегодня, уходя от всех этих старых технологий привязанное содержание, уходя под... Ну, на самом деле, да. Не модернизируясь, рассчитывать на какой-то успех не приходится сегодня вообще. Расскажите, пожалуйста, какие проекты, кроме Холмича, еще реализуются в районе? Есть какие-то интересные? Ну, вот по агрокомбинату Холмич, как там молочно-товарный комплекс мы ввели на тысячу голов, так и свинокомплекс, который сейчас идет в комплектации 1 и 2 по свиноводству. Также у нас ввели буквально полгода назад молочно-товарный комплекс на тысячу голову в нашем филиале Советской Белоруссии, рыжеской комбинатах хлебопродуктов, где тоже это наша серьезная подспорь будет в производстве молока и комплектации по голове. Значит, это строительство в этом году в Ровенской Слободе, это к Субдержинске Агро, нового молочно-товарного комплекса, тоже на тысячу голову Дойного Стада, который в следующем году будет введен, и сегодня мы уже ведем проработки о закупке молодняка, чтобы его укомплектовать и дать ему выстроить путевку в жизнь. Также к Субдержинске Агро сегодня ход способом, то есть не неся минимальные затраты на строительство и реконструкцию, сегодня увел три помещения по 200 голов для содержания молодняка, крупнорогатого скота. Да, сегодня КСУПКОМСОМОЛЬСК полностью работает о исключении двух сараях с привязанным содержанием, буквально вот вшитые дни, при комплексе, можно сказать, вторая очередь будет введена, и здесь, конечно, экономика, потому что все-таки с кадрами население у нас становится с годом сложнее, и уходить от всех старых технологий сегодня, модернизируя, максимально получая загрузку, ну и, конечно, обеспечивая достойные условия труда. Ну и автоматизируя, да? Действительно, это одна из самых серьезных проблем современного сельского хозяйства, недостаток кадров, кадров высоко квалифицированных, потому что работать нужно со сложной техникой и с автоматикой. Что предпринимаете для того, чтобы оставалось на селе молодежь, для того, чтобы специалисты, которые к вам приехали по распределению, оставались? Какие у них есть возможности для жизни и работы на селе? Ну, что касается молодых специалистов, по мере вакансий мест, которые имеются в наших хозяйствах, наши сельхозпредприятия выходят на теле и на УЗы по распределению молодых специалистов. В принципе, нам приходят специалисты всех, звеньев, это как ветеринарная отрасль, так же зоотехническая, агрономическая, инженерная. Они-то придут, Николай Иванович, а как их оставить у себя в районе? Ну, что касается стимула, чтобы оставить. Сегодня, как молодые специалисты, как мы все сегодня проходим на работу для чего? Чтобы продать свои труды, положить за это достойную заработную плату, чтобы жить и не испытывать больших нужд в своей сфере жизни. Что касается молодых специалистов, первые два года, когда они приходят на работу в наш район, им выплачиваются по две тарифные ставки ежемесячно. А также выплачиваются подъемные в размере тарифного оклада. То есть, если взять первые два года, как молодые специалисты пришли на отработку, у них выходит средняя заработная плата, у нас есть такие уж и работы даже главными специалистами. То есть, у них от 700 до 800 рублей получается заработная плата. Специалисты среднего звена в пределах 500-600 рублей заработная плата. Последующие три года мы им выплачиваем по три тарифные ставки ежемесячно. Это в пределах 99 рублей они получают доплату и плюс тарифный оклад. И вот, в принципе, пять лет мы, конечно, стимулируем таким образом, чтобы их максимально вставить. Есть, конечно, кто-то остается, кто-то переводится в другие районы, то ли вышли замуж или женились. Конечно, да, люди делают выбор жизненного пути сами. Но я думаю, что если так вы к этому подходите серьезно, то результат вы увидите. Спасибо, Николай Иванович, за содержательную сегодняшнюю беседу. Желаю вам и всем труженикам села успеха в реализации их нелегких задач. Спасибо. Заместитель председателя Реческого районного исполнительного комитета, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Николай Прозак был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова